Мир вам, братья и сестры! Шаббат шалом каждому! Пусть мир Божий, покой Божий будет в сердце каждого из нас. Очень хорошо сделал каждый из нас, кто пришел сюда сегодня. Вы стараетесь исполнить заповедь Божию, которая говорит, давайте, мы с нее начали сегодня, брат, когда открывал собрание, исход, 20 глава, 8 стих. Помни день субботний, чтобы светить его. Шесть дней работай и делай всякие дела твои, а день седьмой суббота Господу Богу твоему. Вот этот день, в котором мы сегодня живем, Всевышний Бог говорит, это день Господу, Богу твоему. Не делай вонный день никакого дела ни ты, ни сын, ни дочь, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришелец, который в жилищах твоих. Ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них. И посему благословил Господь день субботний и осветил его. В самой этой заповеди, святой, данной Богом, мы видим причину, почему Бог это дал. Он дал этот день как знамение того, что Бог творец, сотворивший нас, образовавший нас, что у этой вселенной, в которой мы живем, есть творец, великий, святой, вечный, всемогущий Бог. И поэтому, давая эту заповедь, Он имел только одну цель. Он ее дал, вот иногда говорят, ну что, Бог устал, что ли, за шесть дней творить, что Ему обязательно отдохнуть теперь надо было? Нет, братья и сестры, наш Бог никогда не устает. Исайя, 40 глава, 28 стих говорит, «Разве ты не знаешь, разве ты не знаешь, что вечный Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает, и разум его неисследим?» Исайя, 40, 28. Следите, братья, пожалуйста. Он не утомляется, Он не изнемогает, Он вечный Бог, Он сильный Бог, Он силен все это сделать, Он не изнемогает. Он дал эту заповедь по совсем другой причине. По причине того, что Он хотел, чтобы Его творение, самое высшее Его творение, человек, человек, чтобы Он помнил о Своем Творце, чтобы Он знал Своего Создателя. И поэтому каждую неделю, когда приходит День Шабата, День Покоя, то Бог хочет, чтобы человек этот день отдал Богу, а день седьмый суббота Господу Богу Твоему. Я сегодня буду последний раз в этом, скажем, отрывке, вот в это время, когда я говорю о заповедях Божьих, проповедовать о Четвертой заповеди. В следующий раз мы уже будем говорить о Пятой заповеди. И сегодня я хочу поговорить о том, почему, почему такое случилось, что огромное количество верующих людей, называющих себя учениками и последователями Иисуса Христа, перестали исполнять эту заповедь. И отошли от соблюдения этой заповеди. И я хочу, чтобы мы, вникнув в Священное Писание, посмотрели и увидели, что сделано это не Господом Богом нашим, не Творцом Всемогущим, который говорит, «Закон мой вечен, заповедь святая». А сделано это с умыслом для того, чтобы люди не имели спасения. Мы это увидим. Итак, я хочу сказать сегодня, что когда Бог давал эту заповедь, отдал Он ее задолго до того, когда появился первый человек еврей, которого называли Авраам, задолго до образования нации Израиля, этого народа Божьего, которого Бог хранил на протяжении всех этих веков с целью, чтобы там, среди этого народа, мог родиться Мессия, Спаситель всех человеков, наш Господь Иисус Христос, то сказал Бог и благословил Бог день седьмой и осветил его вторая глава бытия. И вот родился этот Мессия, тот Мессия, о котором апостол Павел говорит такие слова. Я хочу, чтобы мы все это прочитали и услышали. Я хочу вместе с вами обратиться сегодня в девятую главу послания апостола Павлом в церкви города Рима. И здесь, начиная эту девятую главу с первого стиха, апостол Павел говорит такое слово. Истину говорю во Христе, не лгу. Вот почему ему потребовалось сказать вот эти слова. Братья, я не лгу. Потому что до сегодняшнего дня очень многие люди очень часто обвиняют апостола Павла в том, чего он никогда не делал. Но они ему приписывают эту вину. Даже тогда, когда сегодня люди перестали соблюдать заповедь Божия, они говорят, это Павел нас так научил. Давайте посмотрим, как Павел учил. Истину говорю во Христе, не лгу. «Свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом». Вы посмотрите, в кого он призвал в свидетели себе. Он сказал, свидетельствует мне моя совесть. Но эта моя совесть, говорит сегодня, в Духе Святом. Я не лгу. Так в чем же не лгал апостол Павел? Давайте мы посмотрим дальше. «Великая для меня печаль и непрестанное мучение сердцу моему». Он подчеркивает, что это моя печаль, это мое мучение. «Я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти». Я, говорит, готов быть отлученным от Христа ради моих родных братьев, родных мне по плоти. То есть, за кого сегодня он говорит? И он отвечает в следующем стихе. «То есть израильтян». «Я готов быть отлученным от Христа ради израильтян». «Почему?» Задается вопрос. «Почему он идет на такой шаг? Почему он готов пойти на такой шаг?» Он говорит. «Им, то есть которым, принадлежат усыновление, слава, заветы, заметьте, в множественном числе, заветы им принадлежат». Я вам скажу больше, братья и сестры, в том числе и Новый Завет, о котором так чудесно и прекрасно, пропел хор сегодня. «Им принадлежат заветы, их законоположение, их богослужение, их и обетование». И он говорит, «Это все израильтян». Теперь, когда мы задумываемся над этим вопросом и прочитаем следующий стих, и потом я пойду к другим уже местам, «Их и отцы, от них и Христос по плоти, сущий над всем Бог, благословенный вовеки. Аминь». То есть, когда Павел говорит, что он готов быть отлученным от них, он понимает глубину ответственности, произнося эти слова и говоря о том, о чем он говорит. «Я готов быть отлученным от Христа ради братьев моих, сродников мне по плоти», то есть, израильтян. Давайте еще раз внимательно посмотрим на четвертый стих этой главы. «Им принадлежит усыновление, слава, заветы, законоположение, богослужение и обетование». Теперь, когда мы переносимся в книгу «Послание к Ефесянам» во вторую главу, и там говорится о великой милости Божией, которая говорит, «И нас, мертвых, по преступлениям и грехам нашим» первый стих второй главы «Ефесянам», «по преступлениям нашим и грехам нашим, в которых вы некогда жили». Вот мы тоже жили по обычаям мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и вы все жили по вашим плоским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие. И вот я пропускаю здесь, чтобы остановиться на самом главном. «И вас, мертвых, по преступлениям», это пятый стих, «оживотворился Христом благодатью, вы спасены». И теперь я переношусь в одиннадцатый стих этой главы. «И так помните». Помните, какая заповедь начинается словами «помните». «Помни день субботний». И здесь то же самое, он говорит «помните, помните, пожалуйста, помните, что вы некогда язычники по плоти, вы язычники по плоти, которых называли необрезанными, так называемые обрезанными плотским обрезанием, совершенными руками, что вы были в то время без Христа, и, внимание, отчуждены от общества израильского, чужды заветов обетования». Мы только что слышали, им принадлежат заветы, им принадлежат законоположения, все им. И говорит, вы были чужды всего этого, вы были далеки от всего этого, вы не имели надежды и были безбожники в мире. «А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие, некогда далекие, стали близкие кровью Христовой, ибо Он есть мир наш, Он, Христос, есть мир наш, соделавших из обоих одно и разрушивший стоящую посреди преграду, дабы и упразднив вражду плотью своей и закон заповедей учением, дабы из двух создать в себе самому одного нового человека, устрояй мир». Остановимся на этом стихе. На этом стихе построены целые учения, учения, которые говорят, «Но Иисус же Христос упразднил закон заповедей, Он же его убрал, нету больше закона заповедей, Он его заменил своим учением». Ошибка, которую допускают в этом именно толковании люди, они упускают самое главное, «Он не упразднил заповеди». Я подчеркну еще раз, «Он не упразднил заповеди, Он упразднил закон, который был написан на заповеди, своим учением». И в своем учении Он не устранил главное – это учение этих заповедей. Вот, например, давайте мы посмотрим, я ярко продемонстрирую пример, как Он своим учением заменил закон заповедей. Есть заповедь «Не прелюбодействуй». Что было сказано в древнем? Если кто прелюбодействовал, что надо сделать с этим человеком? Побить его камнями. Все, вопрос решенный. Жили муж и жена. Муж или жена, кто-то прелюбодействовал, побили камнями, кто это сделал, второй свободен заключать новый брак, потому что того нету, его убили. Его больше нету. И теперь вторая сторона – свободно все. «Не прелюбодействуй». Конкретно, ясно, понятно. Но это прелюбодействие, там столько законов. Когда сделано в поле, не в поле, кричало, не кричало, там столько было заповедей написано. То Христос взял эту заповедь и закон, который был написан на эту заповедь, и сказал, «Вы слышали, что сказано древним «Не прелюбодействуй»?» А я говорю вам, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал. Он уже этот грех сделал. Уже этот грех он сделал. То есть он внутрь человека, в мысли человека, он вкладывает эту же заповедь, не меняется. Как она говорила «Не прелюбодействуй», так она и говорит «Не прелюбодействуй». Она не поменялась. Но он хочет, чтобы никогда человек сделал грех, а уже даже мысли греха, когда появились у человека, чтобы вот там человек уже остановился. Так же, как и «Не убей». Если кто убьет умышленно, да город-убежище не спасет этого человека. А теперь Христос говорит, «А я говорю вам, всякий гневающийся на брата своего напрасно или всякий ненавидящий брата своего уже кто есть? Человека-убийца. Человек, который ненавидит брата своего, он уже есть человека-убийца. Он отменил заповедь или закон, написанный на заповеди, он заменил своим учением. Так теперь в своем учении он сделал заповедь слабее или он ее в суть, в корень ее взглянул? И если мы посмотрим внимательно восьмую главу евреям, которую так часто любят цитировать люди, которые понимают только лишь, что Ветхий Завет отверженный, вообще правильно говорить, Первый Завет, наверное, и только на Новом Завете надо основываться, так там написано, вот слушайте внимательно, «Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с Домом Израиля и с Домом Иуды». С кем, братья и сестры? Ну-ка, внимательно еще раз. С Домом Израиля и с Домом Иуды. Какой завет? Новый завет. Я заключу с Домом Израиля и с Домом Иуды. Новый завет. Не такой завет, который я заключил с отцами и когда вывел их из земли египетской. Они не прибыли в том завете, хотя я оставался верен. Вот завет, который я заключу. Вложу законы мои в мысли их и напишу их на сердцах их. Вот это и мы видим то, что делает Христос. Он пришел, чтобы закону Божьему дать еще большее совершенство, не убрать его, не уничтожить его, как многие люди сегодня это, а чтобы взять этот закон и положить его в мысли человека, и написать его на сердце человека, чтобы оно было внутри у человека, чтобы человек радовался, когда он исполнял закон Божий, исполняя заповедь Божию. И тогда, как Павел, он может сказать, закон добр, закон свят, заповедь добра, заповедь свята. Это то, что говорит апостол Павел. Почему? Потому что оно в сердце у человека, потому что оно написано в сердце человека. Почему же так получилось, что сегодня такое огромное количество людей, которые называют себя учениками Иисуса Христа, который говорит, я не пришел нарушить закон или пророков, не нарушить я пришел, но исполнить. Я пришел исполнить закон Божий. Почему так много людей считают себя вправе нарушать закон Божий, не исполнять ее заповедь? Давайте мы внимательно посмотрим на одно место священного Писания. Мы обратимся к Марка, 2 глава, 27 стих. Марка 2, 27. Иисус говорит ученикам, людям, которые его окружают, и он говорит им, суббота для человека, но не человек для субботы. Я обращаюсь к тем, кто когда-то услышит, может быть, эту проповедь, вы обратите внимание, что Христос не сказал, суббота не нужна больше, суббота отменена, суббота заменена. Что сказал Иисус Христос? Суббота для человека. Есть перевод Касьяна, такого известного человека, довольно неплохой перевод Нового Завета, там будет написано, суббота сотворена для человека, но не человек сотворен для субботы. А если глубже подумать на это, ведь по-еврейски, когда Бог назвал человека Адамом, что это означало? Адам, что такое? Человек. И вот если взять вот это еврейское слово Адам и сказать здесь, суббота для Адама, а не Адам для субботы, то есть, когда Бог и Христос, когда произносил эту фразу, Он подчеркивал всем, без исключения людям, что суббота вам дана. Для какой цели? Понятная цель. Бог творец, и мы признаем Бога своим творцом. Мы в этом мире живя, среди разврата, как там написал Павел, вы сияете, как светило, среди развращенного истроптивого рода. Находясь среди всего этого, мы говорим, нет, мы не случайно произошли, Бог наш творец. И будучи творением Божьим, мы соблюдением дня субботнего признаем Бога нашим творцом и нашим создателем. Итак, возвращаюсь снова к Ефесянам, 5 главу, 1 стих. Ефесянам 5, 1. Итак, подражайте Богу. Ефесянам 5, 1. Подражайте Богу, как чадо возлюбленные. Подражайте Богу. Что делал Бог в день седьмой? Покоился, отдыхал. Мы должны подражать Богу? Это же прямой вопрос. Мы должны подражать Богу или нет? Нет, подражайте Богу, как чадо возлюбленные. Так, что делал Христос? Открываем 4 главу Луки и читаем. В субботу Он по обыкновению Своему пошел в синагогу. Обыкновение – это привычка, это обычай. Обычай. В субботу Он по Своему обыкновению пошел в синагогу. Братья и сестры, мы хотим подражать Христу? Что такое синагога? Синагога – это собрание. Поэтому каждую субботу Христос шел на собрание. Что делаем мы, когда приходит день субботний, за которым Бог сказал в законе Своем, а в день седьмой суббота у вас добудет священное собрание. Каждую неделю вы должны собираться вместе для поклонения живому Богу, для прославления Бога, для чтить Его святое и славное имя. И это мы делаем тогда, когда мы соблюдаем Его заповеди, когда мы исполняем этот день. И мы в субботу поклоняемся Богу. Если мы посмотрим дальше, вот люди говорят, ну это же время Нового Завета. Апостол Павел говорит, я апостол язычников. То есть люди пришли из разных народов, а суббота была дана евреям. Ошибка. Апостол Павел написал римлянам, язычникам, говорит, им, евреям, принадлежат и законы, и законоположения, и заветы, и обетования. Все им принадлежит. И мы, как мы читали в Висянам, некогда чужды, стали частью этого народа. И вы представляете себе, вот как удивительно звучит сегодня, когда многие христиане пытаются спасти Израиль. Я твердо верю, что Израиль должен принимать Христа, как спасителя и мессию Израиля. Что они должны поверить в Него, и другого пути для спасения нет. Но приходят в Израиль миссионеры и говорят, вам нужно спастись, вы должны принять Христа и начать нарушать субботы и есть свинину. Я думаю, что у евреев это очень хорошо принимается. Они говорят, мы такого Христа и знать не хотим. Да и Павел тоже об этом же говорит. Если кто придет, начнет проповедовать другого Христа, которого мы не проповедовали. Потому что Павел точно никогда не проповедовал Христа, который нарушал заповеди Божии. Потому что и сам он их не нарушал. Если написано, подражайте Богу, как чадо возлюбленные, а Павел пишет, подражайте мне, как я Христу. Если Христос имел обыкновение каждую субботу идти в синагогу, какое обыкновение было у Павла? Мы открываем книгу «Деяния апостолов» и читаем. А в субботу они по обыкновению своему пошли к реке, где был молитвенный дом. Там уже не синагога даже, говорится, молитвенный дом. Они говорят, у нас обыкновение было идти туда, в молитвенный дом, и именно идти в субботу. Если Павел говорит, подражайте мне, я готов такое же подражать, так же делать, и так же ему служить. Но если уж мы говорим об обращении из язычников, то давайте мы откроем книгу пророка Исаии, 56 главу, и прочитаем с 4 по 7 стих. «Ибо Господь так говорит об евнухах, которые хранят мои субботы, и избирают угодное мне, и крепко держатся завета моего». Мы сегодня же хотим крепко держаться завета, или как попало мы хотим держаться завета. Если мы хотим крепко держаться, то надо хранить субботу. Это то, что Писание говорит, надо относиться к ней с уважением и с почтением, как к дню, в который мы должны отдать Богу. Этот день, а день седьмой суббота Господу Богу Твоему. И дальше он говорит, «Тем я дам в доме моем и в стенах моих сыновья и наплемянников». Речь идет за нас, за обращенных из всех народов прочих, не из народа израильского. И мы, обращенные из прочих народов, и Бог говорит, «Я дам вам в доме моем и в стенах моих место и имя лучшее, нежели сыновьям и дочерям. Я дам им вечное имя, которое не истребится». Дальше следующий стих говорит нам, «И сыновей и наплеменников, присоединившихся к Господу, чтобы служить Ему, любить имя Господа, быть рабами Его, всех хранящих субботу от осквернения Ее и твердо держащихся завета моего». Снова говорится о завете. «Невозможно сохранить завет с Богом и нарушать Его заповедь». Он говорит, «Всех хранящих субботу и держащихся завета моего». «Я», говорит Господь, вот смотрите, следующий стих, «Я приведу их на святую гору мою». Внимание! Просто внимательно смотрите. «Я этих людей приведу на святую гору мою. Я обрадую их в Моем доме молитвы и всесожжения их и жертвы их будут благоприятны на жертвеннике Моем, ибо дом Мой назовется домом молитвы для всех народов». С какой радостью сегодня многие проповедники проповедуют и говорят, это место, когда Иисус изгонял торговцев из храма, когда Он говорит, «Дом Мой» назовется домом молитвы для всех народов». Но почему-то люди упускают там, где в оригинале, когда пророк Божий, исполненный Духа Святого, действительно говорил эти слова. Он сказал, что «Я их обрадую в Моем доме молитвы». Но кого? Предыдущий стих говорил нам шестой так, «Тех, которые хранят субботу и твердо держатся Моего завета». Вот их, говорит, «Я приведу и буду они там радоваться». Следующий стих, который мы только что читали, говорит, «Я их приведу на святую гору мою». А если мы вспоминаем место, которое прошлую субботу нам раскладывалось или читалось внимательно, то там 58-я глава книги пророка Исаии, 13-й, говорит, «Если ты удержишь ногу твою ради субботы от исполнения прихоти твоей, то последний стих уже 14-й говорит, «Я возведу тебя на высоты земли» 58-я Исаии, пожалуйста, 14-й стих, «Я возведу тебя на высоты земли и дам вкусить тебе наследие Иакова, отца твоего». Бог это сказал. Великий Бог сказал и изрек эти слова. «Если ты это будешь делать, я дам тебе наследие Иакова». Я говорю это, говорит Господь. Уста Господни изрекли это. И вот понимая и осознавая все это, братья и сестры, мы должны понимать, сегодня мы живем в такое время, когда идет очень серьезная борьба за то, чтобы отвести человека от соблюдения этого дня. Почему задается вопрос? Почему? Потому что если мы вспомним книгу Иакова, то Иаков говорил такое слово. «Если кто соблюдает весь закон, но нарушит в одном чем-то, тот становится виновен во всем. Ибо тот же, кто сказал «не прелюбодействуй», тот же сказал «не убивай». Поэтому если ты не прелюбодействуешь, но ты убьешь, то ты тоже преступник закона. Но знаете, для человека, для любого человека есть такие законы, постулаты, которые он нарушать никак не может. И вот эти «не убей», «не прелюбодействуй», «не кради», это ж, ну как это, как можно это все нарушать? Вы спросите сегодня любого христианина, даже тот, который не соблюдает день субботний, можно ли прелюбодействовать? Нет, нельзя. Можно убивать? Нет, нельзя. Можно воровать? Нет, нельзя. Для них это сделать очень сложно. Так вот, что сделал враг душ человеческих, за которых в 12 главе Откровения есть ясно и четко написано, что он пустил вслед жены, то есть церкви, воду, как реку, чтобы увлечь этой водою, чтобы увлечь ее. И эта вода, она льется на протяжении многих лет с попыткой увлечь людей за собою. И как это происходит? А она происходит именно в том, что люди из десяти одну заповедь отвергли. Одну всего лишь заповедь отвергли. И посмотрите, нигде в Новом Завете нигде нет ни одного упоминания, чтобы Христос сказал, я отменяю день субботний, я переношу его на другой день, я не нужно больше, нету этого места. Я вспоминаю 30 лет тому назад спор, который у нас на работе был, где предлагалось тысячу долларов тем, кто найдет такое место, что Христос отменил субботу. Да нет такого места. И человек, который хотел получить или заработать эти деньги, сказал, нету, этого места просто нету. Поэтому мы видим, Христос соблюдал, апостолы соблюдали. Вот давайте мы проследим за действием апостолов, как они это соблюдали. Вот прочитаем Деяния апостолов, 13 глава, 14 и 17 стих. «Они же, проходя от Пергии, прибыли в Антиохию Посидийскую и, войдя в синагогу, в день субботний сели». Кто? Апостолы, христиане, те, которые насаждают новое учение Иисуса Христа. И что они делают? Они проходят в еврейскую синагогу в день субботний и садятся там. И после чтения закона и пророков начальник синагоги послал сказать, мужи, братья, а у вас есть слово наставления к народу, то говорите. И Павел встал и дав знак рукою сказал, мужи израильские и израильтяне и боящийся Бога. Вы заметите, как он отделяет? Мужи, израильтяне и боящийся Бога. Боящийся Бога – это как раз-таки обращенные из язычников, которые начинали соблюдать день субботний, посещать собрания. Он к ним обращается. Послушайте, послушайте, Бог народа сего. Следующий стих. Пожалуйста, Бог народа сего. Какого народа? Израиля. Потому что от них и Христос по плоти сучий. Бог народа сего избрал отцов наших и возвысил сей народ во время пребывания в земле египетской и мышцей вознесенной вывел их из нее. А теперь эту же самую главу, только 42 стих. При выходе из иудейской синагоги внимание язычники просили их говорить о том же в следующую субботу. Заметьте, что здесь говорится даже не за израильтян или празелитов или боящихся Господа. Язычники, он еще по-прежнему называет их язычники, то есть все из прочих народов, елены, которые находились там, которых может быть и в синагогу, потому что на выходе из еврейской синагоги это было, они говорят, просите, просят их, говорите о том же в следующую субботу. Почему бы Павел не сказал, а зачем ждать до следующей субботы? Завтра, первый день недели, воскресенье, я вам завтра всем этим поделюсь. Почему он так не делает? Почему язычники просят говорить о том в следующую субботу? Мы читаем дальше, когда же собрание было распущено и многие иудеи и чтители Бога, теперь он уже говорит о празелитах, обращенных из язычников, последовали за Павлом и Варнавой, которые, беседая с ними, убеждали их пребывать в благодати Божией. А что значит пребывать в благодати Божией? Мы читаем в следующем стихе. В следующую субботу, через неделю ровно, почти весь город, языческий город, почти весь город собрался слушать Слово Божье. Почему? Потому что это была заповедь Божия, это была суббота святая, и апостолы продолжали это делать, почти весь город собрался, чтобы слушать это, чтобы проповедовалась им благодать Божия. Понимаете, братья и сестры, вот мы, когда читаем книгу Еремии, 11 глава, 16 стих, там есть сказано такое слово «зеленеющей маслиной, красующимся приятными плодами именовал тебя Господь». И ныне, вот я остановлюсь здесь, за кого говорится? За Израиль говорится, он говорится «зеленеющей маслиной, красующейся приятными плодами именовал тебя Господь». Господь называет Израиль маслиною. А теперь мы читаем Римлянам 11 глава, 16 по 24 стих. Если начаток свят, то и целое. Если корень свят, то и ветви. Если некоторые из ветвей отломились, и ты, дикая маслина, привилась на место их и стала общником корня и сока маслины, то не превозносись перед ветвями. Если же превозносишься, то снова говорится это слово «вспомни». Вспомни, что не ты корень держишь, а корень держит тебя. Как многие сегодня превозносятся, как многие сегодня думают, что это именно они держат этот корень. Нет, корень держит тебя. Читаем дальше. Скажешь, ветви отломились, чтобы мне привиться? Хорошо. Они отломились неверием, но ты держишься верою. Не гордись, но бойся. Ибо если Бог не пощадил природных ветвей, то смотри, пощадит ли тебя? Если Бог природных ветвей не пощадил, пощадит ли тебя? Итак, видишь благость и строгость Божию? Строгость к отпадшим, а благость к тебе? Если пребудешь во благости Божией, иначе ты будешь отсечен. И это строгое предупреждение, что если человек не пребудет в благости Божией, и те, если не пребудут в неверии, привьются, потому что Бог силен опять привить их. Ибо если ты отсечен от дикой по природе маслины, и не по природе привился к хорошей маслине, то тем более сии природные привьются к своей маслине. Братья и сестры, сегодня мы должны помнить об этом. Помнить о том, как в Ефесянам, я снова напомню, вторая глава, одиннадцатый стих. Помните, что вы некогда язычники по плоти, называемые необрезанными. Вы были без Христа, отчуждены от общества израильского. А ныне во Христе, это Ефесянам, вторая глава, братья. А ныне во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далекие, стали близки кровью Христовой. Вы стали близки кровью Христовой. Поэтому сегодня, когда мы читаем, что когда люди спорят, народ израильский, обрезание, необрезание, вы знаете, как Павел просто сказал? Он сказал, обрезание – ничто, и необрезание – ничто. А дальше что он сказал? А все в исполнении заповедей Божьих. Очень часто, сосредоточиваясь на второстепенных местах, люди забывают о том, что есть корень. Например, мы можем читать Римлянам, 15 глава, 12 стих. Исайя также говорит, «Будет корень Иисеев, и восстанет владеть народами, и на него язычники надеяться будут». На кого? На корень Иисеев будут надеяться язычники. Откровение, 5 глава, 5 стих. Там говорится, «Один из старцев сказал мне, не плачь, вот лев из колена Иудина, корень Давидов, победил и может раскрыть сию книгу и снять печати ее, семь печати ее». 22 глава, 16 стих, откровение говорит, «Я Иисус послал ангела моего засвидетельствовать вам сию в церквях. Я есть им корень и потомок Давида, звезда светлая и утренняя». Нет другого корня. Наш корень Иисус, которому мы прививаемся, который говорит, «Я не пришел нарушить закон или пророков, не нарушить, я пришел, но исполнить». Почему апостол Павел, который подражает ему, говорит в 7 главе к римлянам, 12 стихом, «Посему закон свят, заповедь праведна и добра». Римлянам 2 глава, 18 стих говорит, «И знаешь волю его, и разумеешь лучшее, научаясь из закона Божьего». Из закона Божьего научается человек, чтобы соблюдать лучшее. Итак, почему же такое произошло, что когда и Христос, и апостолы показали нам пример для подражания, показали нам ихнее отношение к заповедям, почему же происходит такое, что люди отвергают закон и заповедь Божию. Все очень просто, братья и сестры. Просто в том, что законом познается грех. И когда придет время, и как мы читаем в книге «Откровение», я хочу вместе с вами перенестись в эту книгу «Откровение», 11 главу. И здесь, в 11 главе, я хочу прочитать такое место, которое я бы хотел, чтобы заставило нас многих задуматься и услышать то, о чем здесь говорится. В самом конце этой главы, 18 стих 11 главы «Откровение» говорится, «Расферепели язычники. Пришел гнев твой, и время судить мертвых, и дать возмездие рабам твоим, пророкам и святым, боящихся имени твоего, малым и великим, и погубить губивших землю. Обращаю ваше внимание, пришло время судить мертвых. Все, кто жили на этой земле, придет время, и они будут судимы». Чем они будут судимы? На основании чего они будут судимы? Следующий стих после этого сразу. «И отверся храм Божий на небе, и явился ковчег завета в храме его». А что лежит в ковчеге завета, братья и сестры? Десять божьих заповедей. И четвертая заповедь гласит, «Помни день субботний». Потому что, когда человек соблюдает весь закон, а нарушает одну, он становится виновен во всем. Если он очень тщательно соблюдает все девять заповедей, но нарушает четвертую, он виновен перед Богом. Если он тщательно соблюдает четвертую, но нарушает любую другую, он виновен перед Богом. Потому что судиться люди будут на основании заповедей Божьих, на основании того, что, как Бог сказал, и откроется храм Божий, и явится ковчег завета. Я хочу просто, чтобы мы еще раз увидели, вот сколько судят Павла за то, что он научил. Вот это учение Павла, что он научил. Читайте Павла внимательно, пожалуйста, и не обвиняйте его в том, чего он никогда не делал. Деяние апостолов, 21 глава, 17 стих. Там рассказывается о том, что апостол Павел прибыл в Иерусалим. Он знал, куда он идет. Он знал, что там в Иерусалиме его будут судить. 17 стих, 21 главы Деяния апостолов. Он знал, что его будут там осудить. И когда он прибыл туда, на следующий день к нему приходит Иаков. Тот самый Иаков, который написал, кто нарушит в одном, становится виновен во всем. Тот самый Иаков, который Писание называет «почитаемый столпом церкви», и тот самый Иаков, который называется «брат Господень». И он пришел к Павлу, пришел Иаков, пришли все просвитеры. Поприветствовав их, Павел рассказывал подробно, что сотворил Бог у язычников в служении его. «Они же, выслушав, прославили Бога». Заметьте, у них нет конфликта. Между ними нету проблем. Павел рассказывает, как Бог трудится среди язычников, и они вместе прославили. Но за Павла ходят разговоры, слухи. Кто отец лжи? Кто клеветник, клевещущий на братьев наших день и ночь? Кто это все делает? Кто отец лжи? И вот они прославили и говорят, Павел, видишь, сколько тысяч уверовавших из иудеев? А там тысячи. Там один раз три тысячи покаялась, другой раз пять тысяч. Повествуется, что церковь города Иерусалима в одни апостолов, то есть когда Яков там был епископом, там были тысячи, тысячи. Там огромная большая церковь была. Он говорит, смотри, сколько тысяч уверовавших. И все они ревнители закона. А о тебе, они говорят, наслышались они. А кто же это наслышал? Кто этот слух разнес по всему? А тебе наслышались они, что ты всех иудеев, живущих между язычниками, учишь отступлению от Моисея, уча, чтобы они не обрезывали детей своих и не поступали по обычаям? Он говорит, Павел, ты этому учишь? Ты этому учишь, чтобы они отступали от этого всего? И смотрите, что дальше говорит он. Верно соберется народ, ибо услышат, что ты пришел. Сделай же так, что мы скажем тебе, ибо у нас есть четыре человека, имеющие на себе обед. «Взяв их, очисти с ними, возьми на себя издержки на жертву, остриги себе голову, и узнай все слышанное имя о тебе несправедливо, но что ты сам продолжаешь соблюдать закон». Иаков говорит это Павлу, что все слышанное имя о тебе несправедливо. Давайте задумаемся. Павел мог бы сказать, Иаков, а все это справедливо, я так учу. Помните, Павел говорит, свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом, я не лгу, Павел говорит, я не лгу. И Павел не сказал, что это справедливо. Он знал, что это несправедливо, и я могу это доказать местами из Писания. Смотрите дальше. Что ты продолжаешь соблюдать закон. Давайте прочитаем Деяние апостолов, 24 главу, 14 стих. Деяние апостолов, 24 глава, 14 стих. Павла взяли, Павла судят, и вот стоя, стоя перед судьей, он произносит такую фразу. «Но в том признаюсь тебе» – это Деяние 24, 14 – «в том признаю тебе, что по учению, которое они, кто это они, иудеи, не принявшие Иисуса Христа как Мессию, по учению, которое они называют ересью, я действительно служу Богу отцов моих, внимание, веруя всему, написанному в законе и пророках». Верит этому Павел или он обманывает? Верят братья и сестры. Он говорит, я верю всему, написанному в законе и в пророках. Давайте посмотрим другое местописание. Деяние апостолов, 25 глава, 7 и 8 стих. «Когда он явился, стали кругом, пришедшие из Иерусалима иудеи, произнося на Павла многие тяжкие обвинения, которые не могли доказать. Они не могли этого доказать. Он же встал и в свое оправдание сказал». Вы знаете, они столько много тяжких обвинений, а доказательств нету, как и на Христа. Доказательств нету. Он встал и сказал, вот он просто засвидетельствовал, сказал, свое оправдание. «Я не сделал никакого преступления против закона иудейского, против храма или против кесаря». Правду говорит Павел или обманывает? Правду говорит. Братья и сестры, он говорит правду. Он говорит, я не сделал ничего. Так почему же сегодня люди продолжают труд, верните в предыдущий стих, произнося на Павла многие тяжкие обвинения, которые они не могут доказать? И до сегодняшнего дня это продолжается. Та же самая история. Они продолжают это же самое делать. Братья и сестры, заповедь Божья, она добра, она свята. И когда человек ее соблюдает, особенно когда речь идет о субботе, это заповедь признания Бога своим Творцом. Это исповедание Бога своим Творцом. И мы должны с любовью, с радостью, с отрадою праздновать, светить День Господень, производя собрание. И я обращаюсь особенно сегодня к молодым людям. очень много искушений сегодня вам. Вы видите многие церкви, в которых очень так называемые сильные действия происходят. И вы думаете, ну они же не соблюдают День Субботний. Братья и сестры, когда вы придете все на суд, откроется Ковчег Завета. И десять заповедей будут там. И одна из этих заповедей говорит, помни День Субботний, чтобы светить его, чтобы исполнять его, чтобы делать это с радостью, чтобы этот день был для тебя как отрада, чтобы ты в радости мог действительно сказать, для меня это особый день торжественный. Прожив 55 лет на этой земле, я скажу так. Я так благодарен Всевышнему за то, что каждую Божию неделю, которую сотворил, Он дал нам такой прекрасный, благословенный праздник, как Шаббат. Слава Господу, что мы можем и сегодня исполнять это. Да будет Его святое имя благословенно и прославлено. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok